Глава одиннадцатая Так миновала субботняя ночь 28 апреля. В воскресенье инспектор Грэхэм смог связаться с доктором Феллом лишь после полудня. Для всех участников этой истории ночь прошла по-разному. Инспектор Грэхэм в очередной раз просмотрел свои записи, выкурил последнюю трубку и погрузился в здоровый сон. Герман Эпплби — адвокат. Он провел ночь в таком месте, где его меньше всего можно было встретить. Сняв часы и положив искусственную челюсть в стакан с водой, пошел спать относительно рано. Фред Барлоу размышлял о Джейн Теннент и о том, что он услышал от Констанс Айртон. Подсознательно он склонялся к тому, к чему его всегда тянуло. В большом белом доме на окраине Таунтона Джейн Теннент, ворочаясь сбоку-набок, маялась беспокойным сном. Констанс Айртон уснула лишь после двух таблеток люминала, найденных в аптечке в ванной. Возвращаясь в свою спальню, она остановилась у дверей Джейн и постояла, прислушиваясь к доносящемуся из-за дверей бормотанию. Констанс приоткрыла дверь и вошла, бесшумно присела на стул у кровати и снова стала слушать. Затем, выскользнув из спальни Джейн, она вернулась к себе и, позволив себе пофантазировать, наконец уснула. В некотором отдалении отсюда, в частном санатории, девушка, именуемая Синтия Ли, лежала без сна, широко открытыми глазами, глядя в потолок. Судья Айртон, облаченный в черную шелковую пижаму, сидел в постели, читая Фрэнсиса Бэкона. Блистательные сентенции последнего доставляли ему удовольствие. Удостоверившись, что провел за чтением предусмотренные четверть часа, он потушил свет и, засыпая, не видел никаких снов. Последним, кто выключил свет, оказался доктор Гидеон Фелл. Пока часы продолжали отбивать ночное время, он сидел за столом в гостиничной спальне, куря черную трубку и время от времени набивая ее табаком, запах которого напоминал сженую щетку для чистки кастрюль. Когда над морем стал заниматься рассвет, комната была полна едкого дыма, и прежде чем отойти ко сну, ее обитатель наконец распахнул окно. Так что полдень давно миновал, когда звонок телефона рядом с кроватью все же разбудил его. Протянув руку, он снял трубку. — Доброе утро, сэр! — не без ехидства, — сказал голос инспектора Грэхэма. — Я уже звонил вам, но в гостинице сообщили, что вы дали указание не беспокоить вас раньше полудня. — И теперь вы позвонили сообщить мне, — захрипел доктор Фелл, разражаясь утренним кашлем, — изречения Наполеона. — Шесть часов сна для мужчины, семь для женщины и восемь для идиота. — Черт бы побрал этого Наполеона! Я должен был выспаться! Но инспектор Грэхэм не стал ссылаться на Наполеона. Пуля, которая убила мистера Моррелла, — сообщил он, — была выпущена из того самого револьвера. — Капитан Окли сказал, что в этом не может быть никаких сомнений. — А вы сомневались? — Нет, но вы же знаете, как это бывает в таких делах. Далее. Мы проследили все перемещения мистера Моррелла. Прошлым вечером восьмичасовой поезд из Лондона опоздал на семь минут. В восемь десять и чуть позже Моррелл попросил, чтобы его подвезли к прибрежной дороге. Свидетель особенно запомнил его, потому что тот сорвал обертку с жевательной резинки и стал жевать ее с такой жадностью, словно проголодался. Это перемещение отняло у него примерно пятнадцать минут. В восемь двадцать пять ему оставалось пройти лишь оставшееся расстояние, то есть все практически соответствует. Ну и? — Мы связались с единственным родственником мистера Моррелла в стране, с его братом, Луиджи Моррелли. Служит метродотелем в гостинице «Айсис» в Лондоне. — Как вы узнали о нем? — От мистера Эпплби, прошлым вечером. — Итак, когда я смогу встретиться с вами, чтобы посплетничать на эту тему? — Подъезжайте к Ленчу. — Разделим его с вами, — предложил доктор Фелл. — Примерно через час. — Весьма обязан вам, сэр. С уважением, хотя и не без удивления, — согласился Грэхэм. — Но ведь вы еще даже не завтракали. — Сейчас буду завтракать, — бесхитростно объяснил доктор Фелл. — А через час у меня будет Ленч, так что проблема легко разрешима. Жду вас. Он положил трубку, нашел и надел очки, и, откинувшись на груду подушек, погрузился в размышления. Наконец снова взялся за телефон. После долгих и довольно язвительных объяснений с телефонистками он, наконец, пробился в коттедж Фреда Барлоу около залива Хоршшу. Тот, хотя и не смог скрыть своего удивления, с готовностью принял предложение доктора разделить с ним Ленч. — Примерно через час. — Я собирался отправиться в Таунтон, — сказал он. — Но если у вас что-то важное... — Очень важное, — пробурчал доктор Фелл. — Идет. — Большое спасибо. Утро было прекрасным и теплым, как в середине мая, но тепло было обманчивым. В уютной гостиной своего коттеджа Фред Барлоу, побарабанив пальцами по телефону, тоже задумался. Ему стоило бы как следует выспаться ночью. У него был уставший вид. Он всю ночь ворочался, не в силах отделаться от навязчивых мыслей. Судья Айртон осудил бы его. Солнце струило теплые лучи, и они, падая в окно, освещали груды старых книг, пару весел, рукоятки которых отполировал Фред Барлоу, и царящий вокруг уютный беспорядок. Он сменил галстук, и, чтобы отвлечься, неторопливо просмотрел Санди Таймс. Затем сел в машину и неторопливо поехал в Тауниш, не остановившись у бунгало-судьи. В Эспланаде царило безлюдье. Холл в отеле был огромен, гулок и пустынен, если не считать двух человек в нем. Одним из них оказался Герман Эпплби. Принарядившись ради воскресного утра, он сидел в кресле и просматривал газету. Второй была Джейн Теннант. Сразу же увидев ее, Фред сделал шаг навстречу, но адвокат перехватил его. Он неторопливо поднялся, бросил газету и поприветствовал его сердечной улыбкой. — Никак, мистер Барлоу. — Да. — Мистер Эпплби? Что вы здесь делаете? — Вряд ли имело смысл ночью ехать в Лондон. Если бы еще в воскресенье утром я мог найти парикмахерскую, словно иллюстрируя необходимость в ней, Эпплби погладил щеку, я бы снова стал прекрасно чувствовать себя. — Отличное утро для прогулки, не так ли? — Прекрасное. — Я предполагаю, не доводилось ли вам узнать? — спросил Эпплби, понижая голос и сводя брови. — Провел ли судья Айртон ночь в своем бунгало? — Или нашел более подходящее место? — Насколько мне известно, он продолжает находиться в нем. Но в это время его лучше не беспокоить. — Ну что ж, порой все мы бываем в таком настроении, — сказал Эпплби. — Благодарю вас. Он повернулся взять свой котелок, лежащий рядом с креслом. Сдув с него пыль, он отвесил Фреду прощальный поклон и вышел через вращающиеся двери. Помедлив, Фред подошел к Джейн. Она встретила его уже знакомой фразой. — Что ты-то здесь делаешь? — сказала она. — Доктор Фэл пригласил меня к Кленчу, а ты? — Доктор Фэл пригласил и меня. Оба замолчали. Никогда еще Фред Барлоу так остро не ощущал, что выглядит далеко не лучшим образом. Он успел побриться, но ему казалось, что оброс щетиной. С другой стороны, Фред никогда раньше не видел, насколько обаятельна Джейн Теннент. На ней было синее платье с белой оторочкой вокруг шеи и запястьев. — Я объяснила ему, что у меня полон дом гостей, и, скорее всего, я не смогу приехать. Она отпустила смешок. Но он просто отказался принимать мой отрицательный ответ. Мол, толпа случайных гостей даже не заметит, есть ли я дома или нет. Ну и у меня был повод. — Повод. — Явиться сюда. Сегодня вечером я устраиваю прием с купанием. — В эспланаде. Я сказала, что должна повидаться с управляющим. Она помолчала. Строго говоря, я хотела отменить прием. — Из-за кони. Но все остальные так шумно воспротивились, что я сдалась. — Как конни. Чувствует она себя ужасно. Стала собирать вещи, чтобы возвращаться в Лондон. Но я сказала ей, что тогда в доме отца никого не останется, а тут она, по крайней мере, будет среди друзей, которые позаботятся о ней. Думаю, что мне удалось уговорить ее. — Как тебе подходит это платье, Джейн? — Старая история. Остается только облачиться в синее, и любой мужчина скажет, что ты прекрасно выглядишь. — Нет, я в самом деле так считаю. — Это благодарю вас, сэр. — Сегодня вечером мы просто немного повеселимся, очень раскованно. Обед, танцы и выпивка у бассейна. Не думаю, что ты окажешь нам честь, не так ли? Или все же позволишь себе? Танцы он терпеть не мог, но весьма прилично плавал. — Я бы с большим удовольствием, — сказал Фред, — если ты позволишь мне немного запоздать. — Отнюдь, в любое время. Можешь прихватить с собой плавки или воспользоваться теми, что тут будут. Тут, здесь будет главным образом богемная публика, которую ты не особенно любишь. Но если ты не против, — Господи, чтобы я был против, — внезапно вырвалось у него. Он спохватился. — Значит, договорились. — Не подняться ли нам наверх? Доктор Фелл сказал, чтобы мы поднимались. — Я знаю, в каком он номере. Когда он следовал за Джейн Клифту, перед его глазами возникло лицо Констанс Айртон. — А я и не знал, — признался он, пытаясь найти облегчение в смене темы разговора, — что ты так хорошо знакома с доктором Феллом. — Да, мы старые друзья. Она торопливо нажала кнопку лифта. — Я тоже не знала, что ты с ним в дружеских отношениях. — Я об этого не сказал. — До прошлого вечера встречался с ним лишь пару раз, да слышал его показания в суде. — Новые сомнения, новые болезненные подозрения зашевелились в мозгу Фреда Барлоу. — Он самый достойный человек из всех, кого я знаю, но с точки зрения академической науки просто ужасен. Доктор может расчленить волос на 16 частей, и еще кое-что останется. — Если вы ему нравитесь, он для вас из кожи вон вылезет. Впрочем, ты, конечно, все это знаешь. Но хотел бы я знать, что он сейчас приберег в рукаве. Содержимое его рукава стало ясно далеко не сразу. Сияя как рождественский подарок, доктор Фелл встретил их на пороге своего номера, одетый в блестящий черный альпаковый пиджак и полосатый галстук. На маленьком балконе с солнечной стороны, куда выходило открытое окно и откуда открывался вид на прогулочные дорожки, уже был сервирован столик на четверых. — Мы будем есть, — объяснил доктор Фелл, — на балконе. — Мне очень нравится есть на балконе, хотя, откровенно говоря, могу этим заниматься в любом месте. Но подобное расположение может служить источником особого удовлетворения, как сказал бы судья Айртон, сидеть подобно богам над кишащей толпой, позволяя себе, если придет в голову такое гнусное желание, обстреливать ее хлебными шариками и поливать из сифона. Думаю, вы знакомы с этим джентльменом. За его спиной Фред Барлоу не без удивления увидел внушительную фигуру инспектора Грэхэма. — Я встречался с мистером Барлоу, — сказал Грэхэм, который из уважения к хозяину снял форменную фуражку, обнажив розовую лысину. Но не имею удовольствия знать молодую леди. — Инспектор Грэхэм, мисс Теннент. — Не приступить ли нам? Доктор явно что-то замышлял. Во время ленча Грэхэм вел себя безукоризненно, но временами на него накатывало мрачное настроение. Похоже, у него что-то имелось на уме, и он был бы не против, чтобы тут никого больше не оказалось, кроме него. Кроме того, он, к своему сожалению, сел спиной к витым металлическим перилам балкона, так что солнце пекло его лысую голову. С его точки зрения, ленч не получился. Правда, блюда были великолепны. Они пили отличный клорет, которого оказалось более чем достаточно, хотя Грэхэм больше налегал на пиво. А доктор Фелл рассказывал такие забавные истории, что даже Грэхэм внезапно откидывался на спинку стула и смеялся от души. После каждой истории доктор с невинным видом вскидывал брови, словно искренне не понимал, что в ней смешного, и приступал к следующей. Тем не менее, в подсознании у Фреда Барлоу все время гнездилась какая-то мысль. Он был готов искренне веселиться, если бы... Снова то самое черное пятно? Или присутствие Джейн Теннант? Он заметил, что Джейн была увлечена рассказами хозяина. Внизу лежала перламутровая гладь моря, слегка оттененная пурпуром. Фронтоны домиков, что тянулись вдоль берега, были ярко раскрашены, словно в мультфильмах Уолта Диснея. Подали кофе и бренди. На столе появились три сигары и коробка с сигаретами. Поднося Джейн огонек, Фред вспомнил прошлый вечер. Доктор Фелл перешел к основной теме встречи с изяществом и деликатностью кирпича, падающего с неба. «Данная встреча», — объявил он, хлопнув ладонями по столу, — «наконец обретает упорядоченный характер. У всех есть право голоса. Ваш председатель предлагает, чтобы слушание открыл инспектор Грахам, который изложит нам, что он думает по поводу судьи Айртона. Виновен он в убийстве или нет?» Глава двенадцатая Выражение лица инспектора Грахама ясно свидетельствовало, я так и знал. Но доктор Фелл предостерегающе поднял руку. «Одну минуту!» — потребовал он, раздувая щеки. «Я изложил ситуацию столь прямо и непосредственно, потому что мы имеем дело с необычной проблемой. И для нас главный вопрос носит необычный характер. Главный вопрос звучит не так, кто мог совершить это убийство. Главный вопрос таков. Совершил ли его судья Айртон? Что же касается личностей возможных или потенциальных убийц, то на их месте мог оказаться кто угодно. Я навскидку могу назвать двух или трех. Могу даже сконструировать дело против них. Но все это приходится отбросить в сторону, ибо мы сталкиваемся с конкретным и неприятным вопросом, имеющим отношение к определенной личности. Он это сделал или не он? Вопрос раздражает своей простотой и непосредственностью. Можно ли представить себе, что этот предельно осторожный джентльмен сошел с пути истинного, тем более считая, что подобное поведение для него исключено? Или же он просто стал жертвой косвенных обстоятельств, которые, как он сам убежден, не могут сказаться на судьбе невинного человека? Вот так выглядит ситуация. Доктор Фелл раскурил сигару. — Следовательно, — продолжил он, — я склонен думать, что если мы проведем дискуссию на эту тему, она сможет подсказать ответ. — И, скажем, мистер Барлоу возьмет на себя обязанности представителя защиты? — Не могу. — прервал его Барлоу. — Да и в любом случае не стал бы этого делать. Вы исходите из предположения, что судья нуждается в защите? И что его положение достаточно сомнительно или может оказаться таковым? Глупости? — Ну что ж, спросим инспектора Грэхэма, что он думает по этому поводу. Грэхэм пошел пятнами багрового румянца. Он говорил убедительно и с чувством собственного достоинства. — Скажу, сэр, что и я не могу дискутировать по этому поводу. Я имею в виду на людях. Вы должны понять меня. Я явился сюда в убеждении, что мы с вами проведем совещание с глазу на глаз. А? Если хотите. Я не сомневаюсь, мистер Барлоу понимает мою позицию. Грэхэм улыбнулся. Как и юная леди, в чем я тоже не сомневаюсь, — добавил он с тяжеловесной галантностью. На мне лежат определенные служебные обязанности. Я не могу высказывать свои воззрения, пусть даже они у меня имеются. Доктор Фелл вздохнул. — Достаточно, — сказал он. — Приношу свои извинения. — Но, надеюсь, вы не против, если я выскажу свои соображения? Грэхэм, полный затаенных ожиданий, продолжал спокойно и внимательно смотреть на него. — При всем желании я не смогу помешать вам, не так ли? У Фреда Барлоу мелькнула мысль. Я недооценивал Грэхэма. Он убежден, что старик виновен. Далеко не лучшее начало. — Обсуждая данное дело, — продолжил доктор Фелл, — нам придется исходить только из доказанных юридически безупречных свидетельств. Мотив нас не интересует. Не интересует ни в какой мере. Если хотите, можете утверждать следующее. — Предположим, Хоррес Айртон не знал, что Моррел — преуспевающий владелец уважаемого бизнеса, и считал его всего лишь нищим шантажистом. Предположим, он убил Моррела, чтобы предотвратить данный брак. Можно тешиться предположениями, но они ни к чему не приведут. — Вы не в состоянии доказать, что он ничего этого не знал. Вы не сможете доказать, что человек ничего не знает, если он решит под присягой сказать обратное. Если я сообщу, что мне известен факт открытия Америки Колумбом в 1492 году, но меня никогда не допрашивали по этому поводу, — Вы не сможете доказать, что до вчерашнего дня я был в неведении по этому поводу? — Да, вы можете сделать такой вывод из моих слов, но доказать это вы не в состоянии. — Так что давайте обратимся к конкретным фактам относительно данного убийства, исходя из которых мы сможем хоть что-то доказать. Что это за факты? В половине девятого вечера, 28 апреля, Энтони Моррелл был убит в гостиной коттеджа судьи Айртона. Оружием, использованным для убийства, оказался револьвер системы Ив Грант, 32-го калибра. — Его перебил Фред Барлоу. — Кстати, это достоверно установлено, — вежливо осведомился он. Инспектор Грэхэм замялся. — Да, сэр. — Не выдам тайны, если скажу, что установлено достоверно. — Револьвер Ив Грант 32-го калибра, — продолжил доктор Фелл, — единственной отличительной особенностью которого является маленький крестик, выцарапанный рядом с барабаном. При этих словах Джейн Теннант опрокинула свою чашку с кофе. Чашка была маленькой, и она свалилась с блюдца. Со всеми случаются такие оплошности из-за неловкого движения руки. Кофе в ней оставалось немного, так что ничего страшного не произошло. Джейн никак не отреагировала на случившееся, а все остальные сделали вид, что ничего не заметили. Но Фред, который с особой остротой воспринимал атмосферу этой встречи, почувствовал в Джейн эмоциональное напряжение, причину которого не мог определить. Джейн смотрела на доктора Фелла спокойными, серыми, задумчивыми глазами. У нее порозовели щеки. Доктор Фелл не поворачивался в ее сторону. Так что трудно проследить, откуда взялся револьвер. Очень трудно. Он сделал паузу, отдуваясь. Далее. Где были все остальные в момент, когда все это случилось? Судья Айртон находился на кухне. Моррел в гостиной у телефона. Констанс Айртон сидела на склоне берега у пляжа, спиной к бунгало. Мистер Барлоу. Снова он сделал паузу, на этот раз подчеркнуто резко, и провел рукой по копне седоватых волос. Минутку. Так где был мистер Барлоу? Он смотрел на Фреда. — Этот вопрос, сэр, не несет в себе никаких зловещих намеков. Просто я никогда не слышал ответа на него. — Это верно, — неожиданно согласился инспектор Грэхам. В очередной раз, преодолев внутреннее сопротивление, он продолжил тему. — Очень жаль портить прекрасный обед деловыми разговорами, но я кое-что припоминаю. Мистер Барлоу. Берт Уимс рассказал мне, что когда прошлым вечером он ехал на велосипеде к дому судьи, то встретил вас. — Совершенно верно. Он сообщил, что ваша машина стояла на другой стороне дороги, против движения, как раз напротив въезда на Лаверс-Лейн. Он сказал, что вы остановили его и стали что-то говорить о бродяге или о докторе Феллоусе. Я собирался спросить вас прошлым вечером, но это как-то выскользнуло из головы. — В чем там было дело? — Это был Черный Джефф, — ответил Барлоу. Он вернулся. — Вот как! — понимающий воскликнул Грэхам, но доктор Фелл дал понять, что он в полном неведении. — Черный Джефф? — повторил он. — Кто или что это такое? — Он притча во языцах, бельмо у нас на глазу. Бродяга или праздно шатающийся бездельник, если вы в состоянии увидеть разницу. Порой куда-то надолго пропадает, но вечно возвращается. — Черный Джефф. — Он что, негр? — Нет. Дело в его волосах и бакенбардах, которые бросаются в глаза. — Я видел пьяниц, — сказал Грэхам, задумчиво покачивая головой. Но Джефф может спокойно перепить шестерых. Никто не знает, откуда у него берутся деньги. Мы даже не знаем, где он пьет, ибо большинство трактирщиков отрицает знакомство с ним. Беда в том, что когда он набирается до положения риз, то укладывается прямо на улице и спит, где попало. В общем-то, он безобиден, и мы стараемся не гонять его, но вот уж, ей-богу! Голос у Фреда был полон мрачности. Он снова видел перед собой темную дорогу, далекие огни уличных фонарей и неясные очертания какой-то фигуры. — Что ж, — сказал Фред, — прошлой ночью он едва не погрузился в вечный сон. — Вот как? — Да. Я ехал в Тауниш, чтобы купить сигарет. Оказался рядом Славерс-Лейн. Он повернулся к доктору Феллу. — Это такая небольшая лужайка под прямым углом от дороги, что ведет к главной трассе, примерно в трехстах ярдах от коттеджа судьи по направлению к Таунишу. Компания по недвижимости как-то пыталась возвести тут квартал зданий. Осталась телефонная будка и пара выставочных домов. Сам замысел провалился. — Не знаю, заметили ли вы эту дорогу. — Нет, — сказал доктор Фелл. — Но продолжайте. — Я был уже почти рядом с Славерс-Лейн. Как заметил, что посреди главной дороги, совершенно распластавшись, лежит Джефф. Строго говоря, едва только увидев его, я подумал, что его сбило машиной. Я остановился и вылез. Да, это в самом деле был Джефф, мертвецкий, пьяный. Но я не мог разобрать, получил ли он травму. Я перетащил его по другую сторону дороги, ближе к морю, и положил на песок. В это время, чуть не налетев на нас, мимо проехала машина доктора Феллоуса. Я рассказал доктору, что случилось, на что он ответил. — Не стоит трудиться. Подтащите его поближе к берегу. Начнется прибой, и он протрезвеет. Затем он уехал. Признаю, что Джефф не производил впечатления раненого, но я вытащил из своей машины фонарик, чтобы проверить. Но когда я вернулся туда, где, как мне казалось, оставил его, он исчез. И инспектор, и доктор Фелл, щурясь сквозь сигарный дым, смотрели на него. — Исчез? — переспросил последний. — Можете верить или нет, но он действительно пропал. — Но куда? Вот уж чего не могу сказать. И до сих пор не имею ни малейшего представления. Сначала я было подумал, что, наверное, спутал место, где оставил его. Прошелся в обе стороны. Наконец вернулся к машине и перегнал ее на другую сторону дороги, чтобы осветить пространство фарами. Вот почему машина и оказалась против движения на другой стороне дороги. Но я его так и не нашел. Со своими черными бакенбардами, шутовским одеянием, платком на шее, и всем прочим он исчез с концами. Инспектор хмыкнул. — Может, очнулся, когда вытащили его? Затем встал и убрался прочь, так и не протрезвев. — Да, так я и подумал. Внезапно Фред ощутил такой леденящий холод, пронизавший его, что у него спазмой свело мышцы и перехватило горло. Он не должен выдавать свое состояние. Он напрягся всем телом, нервы были натянуты до предела, лишь бы никто ничего не увидел. — И все же, — добавил Фред, — я до сих пор не знаю, был ли он ранен. — На вашем месте я бы не переживал, — грубовато буркнул инспектор. — Вот уж кто меньше всего меня беспокоит. Если он понадобится, то, скорее всего, его можно будет найти спящим в одном из этих модельных домиков. — Надеюсь. Затмение уплыло. Фред смог снова набрать в грудь воздуха. — Продолжим, — подал голос доктор Фелл, который все это время что-то бормотал себе под нос, посасывая сигару, как мятную конфету. — И займемся другими фигурантами. — Где они были? — Мистер Герман Эпплби, скорее всего, заблудившись, кружил по окрестным дорогам. — Ага, — сказал Грэхэм. — А мисс Теннант ехала навстречу со мной. Джейн смирила его бесстрастным взглядом. — Надеюсь, вы не думаете, что я замешан в этом убийстве? — Доктор Фелл всего лишь хмыкнул и покачал головой. Ответил ей Грэхэм. — Вряд ли вы имеете к нему отношение, мисс. Тем не менее вы можете помочь нам. Думаю, именно вы прошлым вечером вместе с доктором Феллом подъехали к бунгалу и попросили разрешения войти. — Да, совершенно верно. — Вы хотели что-то рассказать мне? — Нет, боюсь, что нет. — Хотя вы знали мистера Моррелла. — Кстати, вы же пригласили его погостить у вас. — Не совсем так. Я пригласила Конни Айртон с ее приятелем. В наши дни так принято. До его появления я даже не слышала его имени. — И вы ничего больше не знали о мистере Моррелле? Джейн с силой затянулась сигаретой, выдохнула дым и пристроила сигарету балансировать на краешке блюдца. — Знала, — ответила она. — Не больше того, что знает доктор Фелл. По какой-то неясной для Фреда Барлоу причине, доктор Фелл удовлетворенно хмыкнул и с удовольствием потер руки. — Хорошая девочка, — сказал он и повторил еще раз. — Хорошая девочка. — Благодарю, — сказала Джейн и добавила сквозь зубы. — Черт бы вас побрал. — А теперь, — сказал Грэхэм, который был готов вот-вот потерять терпение, — я хотел бы прояснить, что все это значит. — Что тут происходит? — Могу сказать, что хотел бы знать все, что известно доктору Феллу. — У вас репутация человека, который способен вызывать раздражение, сэр. — И у меня нет необходимости говорить вам, что сейчас я в этом убедился. — Вы начали со слов, что собираетесь обсудить доказательства. — Но вы уделяете внимание всего лишь каким-то несущественным подробностям, которые не имеют никакого отношения к данному делу. — Какие доказательства вы хотели обсудить? У доктора Фелла изменился тон голоса. — Очень хорошо, — резко ответил он. — Отвечу вам коротко и ясно. — Телефон. — Наступило молчание. — Вы имеете в виду телефон в гостиной Бунгало, не так ли? — Да. — Этот любопытный аппарат, у которого отлетел от микрофона солидный кусок, и у которого изнутри доносилось гудение. — Оно прервалось. — Обратите внимание на это. — Именно изнутри. — Грэхам внимательно смотрел на него. — Я думал об этом, сэр. — Внутри у него непростая конструкция, это верно. Но я не понимаю, как она могла сломаться, когда телефон упал на пол. Она надежно защищена. — Не могла, — согласился доктор Фелл. — Она и не сломалась. — В таком случае, как же все-таки она вышла из строя? Он задумчиво выпустил клуб дыма. — Помните ли вы или нет, но когда я открутил микрофон, то фыркнул. — Да, помню. — Запах пороха, — сказал доктор Фелл. — Специфический запах на кольцевой нарезке. — Понимаю. — Вы считаете, что мембрана телефона вышла из строя из-за звука выстрела? — Да. — Из-за давления газов, образующихся при выстреле. — Припомните, как наш бесценный Уинс передал рассказ девушке из телефонной станции, что у нее чуть ли не лопнули барабанные перепонки от этого звука. Грэхэм уставился на него с таким видом, словно его осенило прозрением. Он открыл было рот, но, бросив взгляд на Фреда и Джейн, спохватился и промолчал. Взяв сигару, которая давно потухла, он стал вертеть ее в руках. — И это, — продолжил доктор Фелл, — как я могу скромно предположить, всего лишь часть правды. Вывод ясен и не сможет укрыться от вас. — Боюсь, что от меня таки укрылся, — сказала Джейн. — Это могло быть результатом действия пули? — О, да. — Могло. — И было. — Да. Солнце склонялось к горизонту, и на балконе уже стало не так уютно, как в начале ленча. Обманчивая теплота дня стала сходить на нет, так же, как начала затуманиваться суть дела. Тем не менее, небольшое количество любителей воскресных прогулок продолжало фланировать по дорожкам. Дети и собаки, подпрыгивая, носились между ними как мячики. Блестели на солнце небольшие автомобильчики, каждый из которых представлял собой семейную гордость. Пляжные фотографы щелкали снимок за снимком, надеясь на признание. У лестнички, ведущей на пляж, остановился грузовичок, и трое мужчин принялись наполнять песком мешки. Общая картина не оскорбляла глаз своим безобразием, и по крайней мере трое из обитателей балкона смотрели на нее не без любопытства. После долгого молчания первым подал голос доктор Фелл. — В этой части все ясно, — сказал он. — Все остальное остается в тени. — Или, предположим, что все перепуталось? — Светлая полоска, темная полоска. Он с серьезным видом оглядел собравшихся. — Скажите, мисс Теннент, вы хорошо знаете Констанс Айртон? — Думаю, что да. — Считаете ли вы, что ей свойственно предельная искренность? — Опасность. Фред Барлоу выпрямился. Помедлив, Джейн искосо глянула на него, после чего снова взглянула на доктора Фелла. — Да. — Я плохо понимаю, как мне ответить на этот вопрос, — сказала она. — Откровенно говоря, никто из нас не отличается предельной искренностью. Но в любом случае она так же правдива, как и большинство из нас. Я имею в виду, нет ли в ней склонности к романтическому вранью. Способна ли она врать ради чистого удовольствия. — О, нет. — Это становится интересно, — заметил инспектор Грэхэм, разворачиваясь вместе со стулом. — Означают ли ваши слова, что вас не убедила история этой юной особы? — Доктор Фелл оставил вопрос без ответа. — Хм, — проворчал он. — Что ж, звучит убедительно. — Пусть и косвенные свидетельства. — Но и они убедительны. — Но... — Послушайте, мисс Теннент. — Я предложу на ваше рассмотрение хотя бы один пункт. — Представьте, что вы Констанс Айртон. — Так. — Представьте, что Хоррес Айртон — ваш отец, и что человек, который любит ее, на самом деле влюблен в вас. Джейн, повернувшись, щелчком отправила окурок сигареты за перила балкона. — Когда она приняла прежнее положение, на лице ее было выражение терпеливого внимания. — Ну и... — Очень хорошо. — Итак, решив, что ваш любовник отправился в Лондон, вы одолжили машину и поехали навестить отца. Машина сломалась. Оставшуюся часть пути вы прошли пешком. — Когда вы были около коттеджа, то увидели, что к нему направляется Моррел. — Вам пришло в голову, что двое мужчин встречаются, дабы поговорить о вас, и вы тактично решили переждать где-то в сторонке. — Пока все хорошо. Отложив сигару, он сплел пальцы. — Но давайте осмыслим, что произошло дальше. Вы вышли на пляж, удобно устроились и стали ждать. Через пять минут вы неожиданно услышали какой-то звук. — Откуда он донесся, вы не поняли, поскольку шумел прибой. Но источник звука был за спиной у вас, ярдах в двадцати или тридцати. Что вы сразу же подумали? — А. Это выстрел. — Б. Он донесся из бунгало. — В. Он означает, что меня ждут неприятности. — Подумали? — Именно это. — Или кинулись посмотреть, что случилось. Доктор Фелл сделал паузу. — Я говорю об этом, ибо по ее словам именно так она и сделала. — Надо уточнить, что было сыро. И моросил дождь. На Констанс Айртон была белая юбка. Но я не заметил ни малейшего следа сырости или песка на той части тела, которая используется для сидения. Джейнер смеялась. Точнее, она издала короткий смешок, не столько из-за тяжеловесной деликатности доктора, а потому что видела забавную сторону ситуации. Затем она посерьезнела. — Не вижу тут ничего вызывающего подозрения, — резко сказала она. — Ничего? — Ничего. Конни могла себя вести именно таким образом, если думала, что Моррел намеревается, ну, то есть... Она серьезно оплошала. Слишком поздно она стала лихорадочно припоминать и подбирать слова. Над столом повисло напряженное молчание, и инспектор Грэхэм не спускал с нее глаз. — Продолжайте, мисс, — ровным голосом попросил он. — Вы собирались сказать, если думала, что Моррел намеревается потребовать деньги у ее отца. Разве не так? — Что, как мы знаем, — отчетливо сказал Барлоу, — Моррел не собирался делать. — И что дальше? — Может, мы это знаем, сэр, а может и нет. Дело не в этом. Не имеет смысла сидеть, качать головой и спрашивать, ну и что, как в плохом фильме. Вы напоминаете мне того джентльмена, что раньше владел бунгало судьи. Он был из Канады. Если даже сказать, что сегодня прекрасный день, он всегда мог ответить, ну и что. Доктор Фелл, который рассеянно разглядывал противоположную сторону улицы, тут же повернулся и внимательно уставился на инспектора. — Насколько я понимаю, вы упомянули, что человек, который не в силах поверить хорошим новостям, и в то же время последний владелец Дюн был канадцем? — Вы правильно поняли. — Вы уверены в этом? — Конечно, уверен. Его звали мистер Джонсон из Оттавы. В доме до сих пор полно его вещей. А что, это имеет какое-то значение? — Имеет ли это какое-то значение? — воскликнул доктор Фелл. — Данный факт и то, что недавно предстало перед моими удивленными глазами, заставив их широко открыться, — это две самые важные вещи из того, что мы сегодня услышали. — И я хочу сообщить вам кое-что еще. Что это было? Фреду Барлоу так и не довелось услышать. Официант заглянул на балкон и сказал, что мистера Барлоу ждут у телефона. Фред перешел в спальню доктора Фелл и снял трубку. — Это вы, Фредерик? — услышал он голос судьи. Тот называл его Фредерик с глазу на глаз, и мистер Барлоу на людях. — Да, сэр. — Насколько мне известно, — сказал судья Айртон, — инспектор Грэхэм проводит ленч именно здесь. Это верно? — Да, он сейчас здесь. — Тогда будьте любезны передать ему послание от меня. У меня присутствует некий гость, а именно мистер Эпплби. — Да. Мистер Эпплби только что сообщил мне некоторые факты, которые привели его к убеждению, что несчастного мистера Моррелла убил именно я. Он предложил, чтобы данная информация оставалась только между нами. Вот как? Шантаж? В четком ясном голосе судьи появились скрипучие нотки. — Нет-нет. — Не так откровенно. В конечном счете, мистер Эпплби — профессионал, которого в какой-то мере можно уважать. Просто он предложил, что мы с ним можем установить дружеские отношения. И в случае необходимости я могу обронить слово «другое» среди своих коллег и знакомых, что пойдет ему на пользу. Может, до вас доносится, как он у меня из-за спины протестует? — Продолжайте. — Его просьба достаточно скромна, — холодно сказал судья. — Но я не собираюсь заключать с ним соглашение. Я никогда не уступаю в ситуации, которые носят хоть малейший признак давления. Будьте любезны попросить инспектора Грэхэма прибыть сюда. Если мне удастся придержать гостя до его прибытия, то инспектор получит возможность выслушать обвинение в мой адрес лично из уст мистера Эпплби. Глава 13 Судья Айртон ждал их появления, сидя в уже знакомом кресле у шахматного столика. — К сожалению, вынужден сообщить вам, — сказал он, — что мистер Эпплби покинул нас. К тому же весьма спешно. На лице Судья не замечалось ни тени усмешки, злобной или неприязненной. На нем были ковровые шлепанцы, а его невысокая подтянутая фигура облачена в старомодный смокинг, в покрое которого, тем не менее, чувствовалась рука хорошего портного. Он снял очки, хотя продолжал пальцем придерживать страницу книги, которую только что читал. — Как вы понимаете, сомнительно, чтобы я мог удержать его, пусть даже я испытывал бы удовольствие от его общества. Прошу вас, садитесь, джентльмены. Инспектор Грэхэм и Фред Барлоу обменялись взглядами. День подходил к четырем часам, и стала чувствоваться прохлада. В это время суток и мебель, и блеклые обои в синий цветочек выглядели особенно потрепанными. От событий прошлой ночи не осталось никаких следов, если не считать покалеченного телефона. На полу перед письменным столом был аккуратно расстелен небольшой шестяной коврик, прикрывавший несколько пятен крови и следы песка. Грэхэм откашлялся. — Вы хотите выдвинуть в адрес Эпплби обвинение в попытке шантажа, сэр? — Конечно, нет. В любом случае, мне его не в чем обвинить. Он не пытался шантажировать, он не высказывал никаких угроз. Он юрист, как к несчастью для него и я. — Но если он исчез, ничего не меняет, — сказал судья, небрежно отмахнувшись очками. — Он мог направиться прямо к вам и поведать то, что рассказывал мне. Или мог не сделать этого, не берусь утверждать. Зависит от того, правильно ли он оценивает голос своей совести. — А тем временем, чтобы сэкономить время, я сам вам все изложу. Грэхэм сдвинул на затылок форменную фуражку. Услышав его простодушные слова, Фред понял, что инспектор собирается оказать давление в том единственном пункте, где оно может сработать. — Прежде чем вы начнете, сэр, — одну секунду, — нет ли тут случайно мисс Айртон? Рука, в которой покачивались очки, застыла. — Нет. — Чего ради ей тут быть? — Я взял на себя смелость послать в Таунтон Берта Уимса для встречи с ней. — Вот как, — сказал судья. — А вам не пришло в голову, что, когда в дом полный гостей является констебль и принимается допрашивать ее, это может несколько смутить девушку? — О, с этим все в порядке, сэр, — заверил его Грэхэм. — Сегодня у Берта свободный день, он в штатском. Когда он приоденется, весьма симпатичный парень. — В самом деле. — Да. Я прикинул, как сделать, чтобы все выглядело пристойно. Даже посоветовал ему посадить девушку в коляску мотоцикла. — И зачем же вы послали сего джентльмена на встречу с моей дочерью? — У нас есть масса времени для разговора на эту тему, сэр. — Мы можем вернуться к нему попозже, — быстро сообщил Грэхэм. — Так что это за история с мистером Эпплби? — Очки снова стали раскачиваться. — Как вам угодно, инспектор. — Итак, прошлым вечером вы слышали показания мистера Эпплби? — Да. Сегодня он решил изменить их. — Прошлым вечером он смутно дал понять о некоторых неопределенных намеках, которые, по его словам, сделал мистер Моррел, особенно о некой таинственной игре, в которую он собирался со мной играть. Он добавил, что не имеет представления, о чем шла речь. Сегодня мистер Эпплби прояснил это темное место. Вкратце его история звучала следующим образом. Мистер Моррел решил создать у меня впечатление, что он является вульгарным вымогателем, потому что ему не нравится мое поведение. Посему он и потребовал выложить три тысячи фунтов как награду за отказ от моей дочери. Я согласился на эту сумму. Мы договорились, что вечером он явится за ней. Целью мистера Моррела было завязать разговор о гораздо большей сумме, которую я должен был бы выплатить, после чего он поставил бы меня в дурацкое положение, выложив те самые три тысячи фунтов в виде свадебного подарка моей дочери. Слушая эту откровенную и логичную историю, Грэхэм, похоже, был сбит с толку. — Вот вроде мы все и выяснили, — сказал он. — Не понимаю вас. Его идея заключалась в том, чтобы преподать вам урок, да? Так звучит история мистера Эпплби. К сожалению, так сложилось, что урок получил мистер Моррел, как и мистер Эпплби. — От одного и того же лица, сэр? — Нет. — Он говорил правду? — Нет. — То есть ни единого слова, ни единого. — Кого вы склонны обвинять во лжи? Мистера Моррела или мистера Эпплби? — Бросьте, инспектор. — Я не берусь утверждать, то ли Моррел выдумал эту историю и рассказал ее Эпплби, то ли Эпплби, преследуя какие-то свои цели, все это выдумал и рассказал мне. Вот вам и предстоит все это выяснить. Единственное, что я могу сказать, разговоры такого рода между мистером Моррелом и мной не имели места. — Ради Господа Бога, сэр, и вы хоть понимаете, во что вы позволили себе впутаться? — Давайте обойдемся без мелодрам. Если вы считаете, что я убил мистера Моррела, то ваша обязанность — арестовать меня. Он с серьезным видом сложил очки, положил их меж страниц книги и опустил ее на шахматный столик. Но я должен предупредить вас об опасности, которая подстерегает, если вы примете показания мистера Эпплби за чистую монету. Изложенные в суде, они при всей неясности, окружающей данное дело, будут подняты на смех. — Сомневаюсь, что при всей сложности человеческой натуры какой-либо мужчина, который не скрывает, что хочет жениться на девушке, явится к ее отцу и начнет знакомство со слов, что хотел бы получить три тысячи фунтов за отказ от своих намерений. Мистер Моррелл был итальянцем. Тем не менее, я предполагаю, что даже в Италии это не принято. Разрешите мне продолжить. В том случае, если даже такая попытка имела место, что должно было бы произойти? Отец девушки просто зовет ее и все рассказывает. И поклоннику приходится убираться. Вся эта история заканчивается. И в конце концов, разрешите напомнить, что вам придется расследовать данную ситуацию, исходя из слов мистера Эпплби, человека, склонного к лжесвидетельству, который явился со своей историей в надежде с глазу на глаз оказать на меня давление. — Есть ли у вас уверенность, что жюри проглотит эту историю? — Как вы все запутали, сэр! Судья вскинул ржеватые бровки. — Неужто? — Я исказил хоть какой-то факт? — Нет. — Но дело в том, как вы это подали. — Послушайте. — Можете ли вы с чистым сердцем утверждать, что хотели бы видеть этого парня своим зятем? — Манеры мистера Моррелла не соответствовали канонам лорда Честерфилда. Его внешний вид был достоин сожаления. Менталитет не представлял интереса. Но у него были деньги, и он любил мою дочь. Я — реалист. — Большинству юристов, у которых, как правило, скромные доходы и дочери на выданье, тоже приходится быть реалистами. На несколько минут Грэхэм погрузился в раздумья. Затем он присел на край кресла, стоявшего у шахматного столика. Примерно в это же время два дня назад в нем сидел Моррелл. Заметно стемнело, и низкие облака отливали расплавленным серебром. Фред Барлоу пожалел, что не надел под плащ свитера. Поднявшись, он подошел к окну и прикрыл его. Но дело было не в холоде. Его знобило потому, что он ощущал атмосферу смерти. — Знаете, чего бы мне хотелось? — внезапно спросил Грэхэм. — Поговорить с вами с глазу на глаз. — Ну так в чем же дело? — Почему бы и нет? У судьи был сухой, резкий голос. — Почему бы и нет? Разве меня когда-нибудь обвиняли в том, что я надутый дурак или сухой чинуша? — Нет-нет, дело вовсе не в этом. Но тогда высказывайте все, что думаете. — Да, можете говорить в присутствии мистера Барлоу. Как и моя дочь, он вырос у меня на глазах. Мы давно знаем друг друга. Понурив голову, Грэхэм раздумывал. Он с силой тер ладонью одной руки костяшки другой, сжатой в кулак, то и дело сводя ладони. Он ерзал в кресле. Наконец он приподнял голову. — Я не могу поверить в вашу историю, сэр. И это факт. — Хорошо. Начнем с самого начала. — Почему вы не можете поверить? — Но прежде чем вы расскажете, одно уточнение. На этот раз по лицу суди скользнула ехидная усмешка. — Где наш друг доктор Фэл? — Я бы хотел, чтобы он присутствовал при попытке загнать меня в угол. — Он сейчас появится. — Доктор не может двигаться так быстро, как мы с мистером Барлоу. Его везла мисс Теннент, но он сказал, что по дороге хочет на что-то посмотреть. И можете быть уверены, я не собираюсь загонять вас в угол. — Прошу прощения. — Продолжайте. И снова ладонь правой руки Грэхэма сжала костяшки левой. — Значит, этот Моррелл... Мне его внешность понравилась, сручаясь не больше, чем вам. — Да? — Но давайте обратимся к событиям прошлого вечера. Он очутился здесь в двадцать пять минут девятого. Подошел к дому и проник в него через окно. Грэхэм кивком показал на него. Не так уж важно, почему он здесь оказался. Не так уж важно, пришел ли он дать вам деньги или предполагал получить их от вас. Просто предположим, что, оказавшись в доме, он обнаружил комнату пустой. Что он естественным образом должен был сделать? Или любое на его месте? Окликнуть кого-нибудь, не так ли? Подать голос и крикнуть «Эй, есть кто-нибудь дома?» Или пойти на розыски хозяина. Но вы сказали, что не видели, как он появился, и не слышали никаких звуков. «Верно». Грэхэм говорил с трудом, четко выговаривая каждое слово. «Хорошо. Предположим, кто-то следил за ним. Предположим, кто-то последовал за ним через окно, чтобы убить его. Это не исключено, могло быть. Но что-то тут было явно не то. Убийца не мог просто так последовать за ним по пятам и пристрелить его. Вы должны были услышать их из кухни. Стены тут очень тонкие, в чем я сам убедился. Вы могли бы без труда услышать чьи-то голоса из соседнего помещения. Это мог подтвердить и Фред Барлоу. «Итак, сэр». Моррелл понял, что ему угрожает опасность. Он услышал угрозы в свой адрес. Естественно, он тут же взялся за телефон и воззвал о помощи. Но если даже он увидел, что убийца приступил к делу, ну, скажем, появилось оружие, «Почему он кинулся к телефону? Почему он не позвал вас? Вы же могли стать свидетелем?» И это еще не все. «Почему убийца позволил ему снять трубку, дозвониться до оператора, услышать ответ и сказать, в каком он положении, и лишь после этого сзади подойти к нему и выстрелить? «Почему убийца не потребовал убери руки от телефона, или я тут же всажу в тебя пулю?» Согласитесь, что все это выглядит как-то неестественно. «Убийца не мог не знать, каковы должны будут быть первые слова Моррелла. Человек по имени Джонс собирается убить меня на помощь. Вы понимаете, сэр?» Грэхэм вскинул руку, призывая к молчанию, хотя судья Айртон не собирался говорить. «Это с одной стороны». «А теперь я вам откровенно расскажу, как вы все это организовали, если вы в самом деле убили его». «Я слушаю, инспектор». Моррелл оказался в бунгалу. «Он вошел через окно, потому что взглянул в него и увидел, что вы сидите в гостиной, может быть, за чтением. Он открыл его и вошел», — показал Грэхэм. «Вы встали». И включили центральное освещение. Предложили ему садиться. Эта сцена предстала перед Барлоу с ужасающей ясностью. Он отчетливо видел, как судья совершает все эти действия, как Моррелл сияет белозубой улыбкой в проеме окна. Грэхэм продолжил повествование. «Может, Моррелл в развитии своего розыгрыша сказал, «Ну, так как? Собрали деньги?» «Да», — сказали вы. «Подождите минутку, я принесу их». «Но денег у вас не было. Вместо этого вы приготовились убить его». «Когда вы в тот день поехали в Лондон, то где-то приобрели револьвер и в Грант 22-го калибра. Пока еще мы не знаем где, но если проследим его путь, то в конце его окажетесь вы. Вы вышли из комнаты, сказав, что идете за деньгами. На самом деле вы отправились за оружием. Моррелл сидел на моем месте спиной к дверям. И вдруг он понял, что зашел слишком далеко. Он понял, что вы оказались в тяжелейшем положении и готовы убить его. Да, я знаю, что вы умеете сохранять каменное выражение лица. Но желание убийства проявляется на любом лице, его трудно скрыть. Я предполагаю, он ужасно испугался. Он осознал, что находится в сельской местности, в полумиле от любого живого существа, в компании крутого и неразборчивого в средствах пожилого джентльмена, который даже не даст ему возможности объясниться, а сразу же, как бы он Моррелл не старался, приступит к делу. Насколько я вас знаю, именно так вы и должны были действовать. В комнате сгущались сумерки. Не лучше ли придерживаться фактов, предложил Барлоу, ибо предполагаемая картина слишком точно соответствовала образом, сложившимся в его воображении. А то этот полет фантазии... Помолчите, Фредерик, сказал судья, прикрывая глаза ладонью. Прошу вас, продолжайте, инспектор. Грэхэм смущенно откашлялся. Теперь вы все понимаете. Моррелл увидел телефон. Вот что он мог сделать. Позвонить оператору и сказать, «Я говорю, из коттеджа суди Айртона Дюны, меня зовут Моррелл, я думаю, что тут могут возникнуть неприятности», или что-то в этом роде. Понимаете, ничего определенного. «Но достаточно, дабы предотвратить какие-то действия с вашей стороны на тот случай, если вы их замышляли. Просто чтобы остановить вас и получить возможность объясниться с вами». «Так что он кинулся к телефону». Грэхэм замолчал и поднялся. Словно иллюстрируя свою версию, он подошел к столу. Настольная лампа с массивным бронзовым абажуром стояла на промокательной бумаге. Грэхэм дернул за цепочку и включил свет. На стол упал яркий круг света, за пределами которого все тонуло в темноте. Отодвинув стул, Грэхэм устроился у стола. Теперь он сидел спиной к ним, справа от него стоял телефон. «Он появился тут бесшумно», продолжил инспектор, и говорил очень тихо, скорее всего, шепотом. «Дверь?» Грэхэм оглянулся через правое плечо. «Дверь была у него за спиной, на стенке справа. Увидеть ее он мог, только повернувшись. Он позвонил оператору и сказал, дюны, коттедж Айртона. Он был готов продолжить разговор, когда посмотрел через плечо вот так и увидел, что дверь открывается. Он увидел, что вы держите в руке. Он резко повернулся к телефону и заорал, «Помогите!» Он не успел больше ничего не сказать, ибо вы сделали быстрый шаг, второй, третий, и всадили ему пулю в голову за правым ухом. Наступило молчание. Фреду показалось, что он слышит звук выстрела. Но в действительности он ничего не слышал вплоть до того момента, когда Грэхом, скрипнув стулом, развернулся лицом к ним. «Вот как это могло быть, сэр! Вы должны извинить меня. Представление окончено. Но я хотел сам точно все увидеть. И провалиться мне, если я этого не увидел!» У Грэхома было грустное и расстроенное лицо. Судья Айртон кивнул, словно признавая обоснованность его реконструкции событий. Но меж бровей у него пролегла глубокая морщина. «Инспектор», — сказал он, — «вы меня разочаровали!» «О, я не претендую на лавры Шерлока Холмса. Я всего лишь сельский коп, у которого хлопот полон рот. В то же время я не это имею в виду. Я никогда не думал, что вы столь низкого мнения о моем интеллекте. Простите? Если бы я серьезно задумал совершить убийство, неужели, как вы убеждены, я бы действовал так неуклюже, как вы описали? Так?» Похоже, что судья задал этот вопрос со всей искренностью. Он извлек из книги очки и надел их. Исходя из вашего анализа, убийство было совершено отнюдь не под влиянием момента. Оно было спланировано. Для этой цели в моем распоряжении было как минимум двадцать четыре часа. Я пригласил в свой дом этого человека. Я обзавелся револьвером. Я пристрелил его на этом самом месте, после чего сел, держа в руках оружие, и стал ждать, чтобы вы явились и задержали меня. Я сочинил историю, которую, будь она выдумана, даже шестилетний ребенок изложил бы убедительнее. «А ведь я старый служак, поднаторевший в сборе доказательств». Он несколько раз подмигнул слушателям. «Неужели я произвожу на вас впечатление человека, который спешит на виселицу?» Сквозь окно пробился последний луч закатного солнца, от которого легли длинные тени. Сколько времени они пребывали в комнате, никто не мог сказать, поскольку никто не обратил внимания на их медленное движение. Доктор Фелл, который, казалось, внимательно изучал какой-то участок потолка, повернул оконную ручку и неловко ввалился в комнату. Он тяжело переводил дыхание, и на лице его было выражение неподдельного смущения. «Вы опаздываете», — сказал судья Айртон. «Да, я... э... боюсь, что так. Мы только что занимались реконструкцией преступления. Не хотите ли присоединиться к нам?» «Нет, спасибо», — торопливо ответил доктор. «Я увидел то, ради чего пришел. Эм... инспектор, там у ворот стоит молодой констебль в весьма странном возбужденном состоянии. Он попросил узнать, не может ли он поговорить с вами в частном порядке». Берт Уимс — тот парень, что был тут прошлым вечером. «Кстати, мистер Барлоу, мисс Теннент уехала домой и попросила напомнить вам о вечеринке в бассейне Эспланады этим вечером. Да, инспектор, еще одно. Когда вы обыскивали комнату, не обнаружили ли вы где-нибудь жевательную резинку?» «Ж... что?» «Жевательную резинку», — объяснил доктор Фелл, выразительно двигая челюстями, но у него было такое серьезное лицо, что все присутствующие воздержались от комментариев. «Никаких жевательных резинок». «Нет, не было». «Значит, нет», — медленно произнес доктор Фелл. «Я так и думал, что вы их не найдете. Не буду больше утруждать вас. Рискну на неслыханный эксперимент. Сам доберусь до дома. Всем поклон». Пока он пересекал лужайку, все смотрели ему вслед. Инспектор Грэхэм сидел, как на иголках. «Прошу извинить», — сказал он. «Я на пару минут удалюсь. Выясню, что там нужно Берту». Он растворился в сумерках, которые поглотили его фигуру. Окно осталось открытым. Сквозь рокот волн, набегающих на берег со стороны дороги, смутно доносился треск мотоциклетного двигателя на холостом ходу. Судья Айртон сидел, сложив руки на животе. Он был так спокоен и невозмутим, что Фред неподдельно удивился, уловив взволнованные нотки в его голосе. «Фредерик, не можете ли сделать мне одолжение? Конечно, если это в моих силах. Вы двигаетесь неслышно, как краснокожий. Да и на улице стоят сумерки. Посмотрите, удастся ли вам незамеченным подобраться поближе к Констеблю и Грэхэму и услышать, о чем они говорят. «И ради бога, не оспаривайте моей просьбы, отправляйтесь». Это был один из немногих случаев в жизни Барлоу, когда он услышал из уст суди Айртона библейскую лексику. Фред Барлоу вышел через дверь кухни на задах здания и обогнул его. Песчаная почва скрадывала звуки шагов. Пригнувшись, он прокрался вдоль изгороди и очутился рядом с дорогой. У ворот стоял полицейский мотоцикл Констебля Уимса с коляской. Пустой. Уимс, поставив ногу на землю, говорил с Грэхэмом и доктором Феллом. Фреда они не видели, но поскольку они говорили на повышенных тонах, чтобы перекрывать звук работающего мотора, он отчетливо слышал их. «Инспектор», — услышал он первые слова, — «мы их разоблачили». «Что ты имеешь в виду?» — «мы их разоблачили», — заорал Грэхэм. «О чем ты говоришь?» «Послушайте, инспектор, вы послали меня найти мисс Айртон. Все ясно и понятно. Вы забыли спросить, может ли она опознать револьвер. С этой целью вы и послали меня. И сказали, что я должен прихватить девушку с собой, помните?» «Помню. Ну и что?» «Так вот, послушайте, инспектор. Мою девушку зовут Флоренс Сван. Она работает на телефонной станции. Знаю ее. И передай ей от меня, что если она и дальше будет звонить в участок, когда ты на дежурстве, то подождите, инспектор, подождите. Мисс Айртон не смогла опознать револьвер. А вот Флоренс опознала ее. «По голосу!» «Что?» «Слушайте дальше. Прошлым вечером, примерно за десять минут до зова на помощь, что донесся из коттеджа, Флоренс приняла еще один звонок. От женщины. Та звонила из таксофона и хотела поговорить без оплаты. Но... да приглушит этот проклятый мотор!» Уимс подчинился. Наступила блаженная тишина. Нарушаемая только шорохом волн о песок. Его без труда перекрывал голос Уимса. «Речь идет о том таксофоне, — сказал он, — что стоит у Лаверс-Лейн, примерно в трехстах ярдах отсюда. За старым поместьем, рядом с выставочными домиками. Помните ту будку?» «Да». Сомнений относительно места быть не может, ибо когда эта молодая леди сказала, что хотела бы поговорить с Таунтоном, Флоренс спросила, — будьте любезны, какой номер вашего телефона? И та ответила, — «Тауниш, восемнадцать восемнадцать». «Совершенно верно. Я только что проверил». Грэхэм, высокий и грузный, внезапно насторожился. «Продолжай, Берт», — сказал он. «Ну вот». Берт удовлетворенно перевел дыхание. «Чтобы связаться с Таунтоном, потребовалось четыре минуты». Затем Флоренс сказала, — «Ваш заказ на проводе. Вложите, пожалуйста, монету в пять пенсов. Затем нажмите кнопку «А» и говорите». Голос этой молодой особы был ясно слышен. Флоренс говорит, что он с самого начала был очень возбужденным, но, похоже, после этих ее слов у нее голова пошла кругом. Она призналась, что вышла из дома без кошелька, и у нее нет с собой денег. Спросила, не может ли Флоренс переговорить с абонентом на другом конце, чтобы те заплатили. Флоренс попыталась объяснить, что не может этого сделать. Втолковывала ей, что пока не опущены монеты, кнопку «А» нажимать не имеет смысла, соединение все равно не установится. Молодая женщина ей не верила. Похоже, она считала, что стоит Флоренс нажать какую-то кнопку или что-то такое, и связь установится. В результате они не менее трех минут бурно выясняли отношения, после чего Флоренс отключилась. Инспектор, номер, по которому эта молодая женщина хотела позвонить, был таков. Таунтон, 63-49-55. А молодой леди являлась мисс Констанс Айртон. Остановившись, Уимс перевел дыхание. Инспектор Грэхэм посмотрел на доктора Фелла, и оба красноречиво промолчали. В объяснение пустился Уимс. «Теперь прикиньте, инспектор. Впервые мисс Айртон позвонила на станцию в двадцать минут девятого». Грэхэм обрел голос. «Ваша Флоренс уверена в этом?» «Полностью уверена». «Она все записала, инспектор. Как и полагается». «Продолжайте». «Чтобы связаться с Таунтоном, потребовалось четыре минуты. Списать еще три минуты, пока Флоренс с ней объяснялась. То есть мисс Айртон вошла в телефонную будку в восемь двадцать и покинула ее самое раннее в восемь двадцать семь. А таксофон на Лаверс-Лейн в добрых трехстах ярдах от коттеджа». «Так и есть», — мрачно согласился Грэхэм. «Ну вот. А теперь посмотрите, что она нам втолковывала, что, мол, она все время была рядом с бунгало. Сэр, этого не могло быть. Она никак не могла видеть ничего из того, что по ее словам видела. Максимум, что ей было под силу, это вернуться сюда, то ли по главной дороге, то ли по боковой тропке, как раз, чтобы в половине девятого услышать выстрел». Уимс прервался. В его голосе было неподдельное удивление. «Эта молодая леди врет», — завершил он свой рассказ. «Врет». Инспектор Грэхэм кивнул. «Берт», — сказал он. «Никогда еще ты не говорил более правдивых слов. И не скажешь, пока суд не призовет тебя к присяге. Эта молодая леди врет». Глава четырнадцатая «Прыжок, сложившись», — едва только вынырнув, объявил пышноволосый молодой человек. Он откинул мокрые волосы, падавшие ему на глаза. Гул насмешек эхом отразился от стен бассейна. «Ничего общего», — заорал кто-то, — «а ты задница». «При прыжке, сложившись, ты складываешься в воздухе так, чтобы достать пальцы ног, и перед тем, как войти в воду, выпрямляешься. Ты же просто трепыхнулся, вот и все». «А я говорю тебе, что нырял, сложившись», — яростно возразил молодой человек. У него побагровело лицо. Он попытался подтянуться на поручнях, что шли вдоль внутренней стенки бассейна, но оборвался и соскользнул в воду. Девушка в красном купальнике вмешалась, мягко успокаивая спорщиков. «Все хорошо, дорогой. Это был прыжок, сложившись. Пойдем выпьем». «Ага! Вот теперь-то ты увидела», — сказал прыгон. «Черт побери! Да это был лучший прыжок из всех, что у меня получались», — добавил он, пуская пузыри. Подвальное помещение, где располагался плавательный бассейн Эспланады, был примерно 80 футов в длину с соответствующими размерами по ширине и высоте. Стены его сложили из стеклянных панелей, а пол выложили мраморной мозаикой. Под зеленоватой толщей воды мерцали и подрагивали белые изразцы. Пространства вокруг бассейна было более чем достаточно. Вдоль зеркальных стен стояли яркие пляжные шезлонги и столики. Отсюда широкие двойные двери вели в американский бар. Помещение поменьше, с броскими рядами бутылок за стойкой бара из толстого стекла с морозными разводами. Еще одна дверь в той же стене вела в подземную оранжерею с искусственным освещением и отоплением. Менеджмент был вежлив, официанты расторопны и услужливы. Любой человек, взглянувший сюда за коктейлем, не мог бы и мечтать о лучшем месте для непринужденного отдыха и веселья. Именно такая атмосфера и царила тут в половине десятого, когда появился Фред Барлоу. Тринадцать гостей, семеро женщин и шесть мужчин, сидели или полулежали за бортиками бассейна, плавали или занимались прыжками в воду. Среди них были и совсем молодые люди, которые дурачились и кувыркались в воде, и женщина средних лет, дальняя родственница Джейн, которая, как предполагалось, будет присматривать за членами этой веселой компании и особенно за самой Джейн. Разнообразные купальники девушек отличались каждой своей расцветкой и отсутствием излишней щепетильности. Кое-кто из гостей предпочитал купальные халаты плотного сукна, но к ним не относились девушки с хорошими фигурами. Фред, оказавшийся в этой атмосфере чистоты и уюта, остро пахнувший солоноватой водой, был ошеломлен шумом. Громкие голоса мешались с гулким эхом, от отзвуков, раскатов смеха до плеска воды. У него заломило в ушах. — Тут должен быть Тони, — сказал тощий юноша с испитым лицом в синем в полосочку халате. — Бедный старина Тони! — Тссс! — Да все в порядке! Конни тут нет, она не придет. — Официант! Эй, официант! — Хочешь, я тебе покажу, как ныряют лебеди? — Нет, милый, мне так нравится смотреть, как веселится молодежь, — сказала тетушка Джейн. — В мое... Ик, пардон, дорогая, в мое время все было по-другому. Вокруг Фреда стояла какофония звуков и голосов. Он остро чувствовал, как тут неуместен его костюм. Наконец он увидел Джейн. Она одновременно увидела его и направилась к нему. От нее, одетой в желтый купальник, нельзя было оторвать глаз. Она только что поднялась из бассейна, стянула желтую резиновую шапочку, встряхнула копной волос и взяла купальный халат, висевший на спинке стула. Джейн повернулась, встречая подошедшего к ней Фреда. — Прости за опоздание, — сказал он. — Что ты сказал, Фред? — Что, извиняюсь за опоздание, — перекрывая шум, закричал он. — Ага, все в порядке. — Ты сказал, что, наверное, заглянешь, но я уж думала, что ты не придешь. Ты поел? Он задумался. — Да. Да, вроде перекусил. Сандбич или что-то в этом роде. — Джейн, я не хочу мешать веселью, но можем ли мы на минутку остаться с тобой наедине? — Надеюсь, никаких новых неприятностей. — Боюсь, что достаточно серьезные. Она помолчала. — Ты жутко обеспокоен, — сказала она. — Может ли это подождать еще пять минут? — Почему бы тебе первым делом не окунуться, а потом выпить? Это пойдет тебе только на пользу. Такая перспектива его устраивала. Он сможет размяться и расслабиться. Не зря прихватил с собой сумку. — Давай же, — подтолкнула она его. — Когда ты переоденешься, я налью тебе выпить. Раздевалка в холле на выходе. Увидишь надпись? — Хорошо. Переодеваясь, он отметил, что, несмотря на худобу и явное несходство с румяным Аполлоном, стесняться своей фигуры ему не приходится и до появления животика еще далеко. Когда он вернулся в бассейн, Джейн уже поджидала его со стаканом джина с содовой. Выпив, он сразу же почувствовал себя лучше. Ненамного, но обрел человеческий облик. — Где Конни? — отрывисто сказал он. — Ее здесь нет. — Я слышал чьи-то слова. — Да, она не появилась. — Конни у меня дома. Может, пошла спать. Если ты явился только ради встречи с ней, боюсь, тебе не повезло. — В твоем доме ее нет, — сказал он. — И мы не знаем, где она. Полиция продолжает искать ее. — Полиция? — Да. — Прости, я на минуту. На вышке были две подкидные доски для прыжков. Одна на самом верху вышки, а другая чуть повыше уровня воды. Фред предпочел ту, что пониже, и в безукоризненном прыжке взлетел в воздух. Он слышал скрип и треск доски, подкинувший его, чувствовал радость полета и восторг владения телом, когда вертикально вошел в воду и, уйдя вниз, коснулся дна. Вода показалась ему прохладной и бодрящей. Он вскинул над головой руки и поплыл сквозь зеленоватый сумрак, в толще которого на дне колыхалась белизна израстцов. Расслабившись и придя в себя, он поднялся к поверхности и медленными, ленивыми грибками поплыл к бортику. Он почти добрался до него, когда, удивившись, услышал шум голосов. «Вот это и был прыжок, согнувшись! Который? Который только что показал этот парень!» Над головой Фреда появилось злое, раскрасневшееся лицо. «Хочешь посмотреть, как я сделаю полтора оборота?» — завопил парень. «С самого верха!» «Хьюго!» — сказала девушка в красном купальнике. «Не будь идиотом! Ты сломаешь свою глупую шею!» Что бы его ни ждало, Хьюго тут же стал карабкаться по лесенке на верхнюю площадку вышки. «Полтора оборота!» — объявил он и взлетел в воздух. Похоже, он и сам не улавливал технику этого сложного прыжка, не говоря уж о зрителях. Единственный вопрос, который взволновал всех, заключался в том, шлепнется ли он на воду плашмя или спиной. Времени для сомнений не оставалось. Прыгон с громким гулким звуком ударился о воду животом, и фонтан брызг оросил даже зеркальные стены. Часть зрителей разразилась восторженными воплями, которые сменились испуганным молчанием. Тело Хьюго мягко покачивалось на поверхности бассейна. Он лежал лицом вниз, но смог повернуться на бок. Стало видно, что он не сам повернулся, а его качнула вода. В зале стояло мертвое молчание, которое нарушил вскрик, толстой девушки. Молодой парень с волосатой грудью, игравший на пианино, прыгнул в бассейн и вытащил Хьюго. Его положили на мокрый мозаичный пол, и все, оставив выпивку, столпились вокруг него. На лбу незадачливого прыгуна краснела широкая багровая полоса. С ним все в порядке, — с облегчением сообщил чей-то голос. Просто вырубился. Вот осел! Он врезался лбом в воду. Дайте ему глоток бренди. Тетушка Джейн издала стон, и полное христианского милосердия пожертвовала страдальцу свое собственное бренди. «Может, на него стоит побрызгать водой?» — осведомилась толстая девушка. Идея была признана стоящей, и все стали горстями черпать воду из бассейна, раз за разом поливая мокрого Хьюго. Джейн и Фред отошли от этой компании. Фред, вытирая полотенцем лицо и голову, искосо поглядывал на Джейн. Распахнув халатик, она сидела на пляжном стуле, положив руки на колени. На лице ее было страдальческое выражение. Ему никогда еще не доводилось видеть спокойную, умную и собранную Джейн Теннент в таком состоянии. Он даже и подумать не мог, что она способна так чувствовать. «Я никогда никому не приносила удачи». «Ведь верно?» — спросила Джейн. Он мог понять ее. Бледное безжизненное лицо, лежащего на полу парня, вызвало в памяти другое такое же бледное безжизненное лицо. «Давай уйдем отсюда», — предложил он. «Да», — с силой сказала Джейн. «Да, да, да». Она сунула ноги в сандалии, и поскольку все остальные продолжали хлопотать вокруг Хьюга, никто не заметил их исчезновения. И лишь позднее было оценено значение этого факта. Накинув халат, Фред обошел вокруг бассейна и открыл стеклянную дверь, что вела в оранжерею. Переступив порог, Джейн снова замялась. «Ты считаешь, что я могу покинуть их?» «И бассейн будут работать до одиннадцати. Сейчас еще нет десяти. С ними все в порядке. И имеется минимум парочка тем, на которые я просто обязан поговорить с тобой. Особенно две из них. Идем». Оранжерея представляла собой длинное и узкое помещение, разделенное на секции, стеновыми панелями с дверцами непрозрачного стекла. Тут было душно от обилия деревьев и растений, пол выложен мраморной мозаикой. Фред прошел до последнего отсека и прикрыл за собой дверь. В окружении горшков с растениями тут стояли несколько гнутых стульев, стол, а оставшийся кусочек пространства занимала скамейка. Никто из них не садился. «Ну так что?» спросила Джейн. «Что это за две вещи, о которых ты собирался поговорить со мной?» «Первым делом, о Конни, нам нужно найти ее, прежде чем до нее доберется полиция. Тебе не кажется, что она могла вернуться в Лондон?» «Точно не знаю, но не думаю. Поездов нет, и все мы пользуемся машинами. Но в чем дело? Почему мы должны искать ее?» «Джейн...» «Она вывалила кучу вранья, и полиция хочет разобраться в нем». «Что за вранье?» «Подожди. Сначала расскажи мне. Ты была дома прошлым вечером примерно в двадцать пять минут девятого». «Почему ты спрашиваешь?» Сухо осведомилась Джейн. «Это часть всей этой неразберихи». «Так была?» «Нет. Я ехала на встречу с доктором Феллом». «А в чем дело?» «Потому что Конни пыталась дозвониться к тебе в дом из таксофона, что стоит рядом с Лаверс-Лейн, в некотором отдалении от коттеджа суди. Оператор утверждает, что на другом конце линии кто-то снял трубку. Если они смогут доказать, что звонили к тебе домой, и что это была Конни, она окажется в очень неприятном положении. Ты ничего не помнишь относительно этого звонка?» «Ничего не приходит в голову?» «Нет. Но подожди. Я что-то припоминаю. Утром Анни сказала, что вроде раздался звонок из Тауниша, но ничего не было слышно. Так?» «Но, Фред, это же означает «да». Конни не могла оказаться рядом с Бунгалу или где-то поблизости от него в двадцать пять минут девятого. Она не могла видеть появление Моррелла. Она врет. Подозрения падают уже и на судью. Равновесие висит на волоске». «Понимаю», — медленно произнесла Джейн. Она подняла глаза. «О какой еще второй теме ты хотел поговорить со мной?» Они стояли лицом друг к другу, напоминая скорее дуэлянтов, чем друзей. В окружающем их тесном пространстве царила тишина, давящая своей жаркой духотой. Ее подчеркивало бледное синеватое освещение. Они были отрезаны от мира в этом маленьком уголке за стеной зелени, за непрозрачной стеклянной дверью. «Вот», — сказал он, — «и вторая тема». Он подошел к ней, положил руки на плечи и обнял Джейн. Откинув ей голову назад, он крепко поцеловал ее в губы. Глава пятнадцатая Она ответила на его поцелуй, но сдержанно, словно выполняя светскую обязанность. Ее руки продолжали лежать на плечах Фреда, и она прижималась к нему. Но через мгновение она оттолкнула его, откинула голову и в упор посмотрела ему в глаза. «Почему ты это сделал?» — тихо спросила она. Он ответил, или, точнее, попытался ответить с таким же спокойствием. «Потому что люблю тебя. Рано или поздно ты бы это узнала. В самом деле? Или тебе просто кажется, что любишь? О, Господи, Джейн! А как же Конни? Я думал над этим всю прошлую ночь и понял, что никогда не любил Конни. Ее больше не существует. Когда она так нуждается в тебе...» Опустив руки, он отшатнулся и, подойдя к столу, стал барабанить по нему костяшками пальцев, сначала неторопливо, но затем все с большей силой. «Для меня нет пути назад. Я очень нежно отношусь к Конни и всегда буду на ее стороне, всегда буду выручать ее и заботиться о ней. Но это все другое, совершенно другое. Ты и понятия не имеешь, насколько другое. Вот и все. Прости, если я обидел тебя». «Обидел меня?» Сияя, переспросила Джейн. «Как ты мог обидеть меня?» Она протянула к нему руки. «Иди сюда, мой дорогой, побудь со мной хоть минуту». Взглянув на нее, он обошел вокруг стола. И у него, и у нее участилось дыхание, что было заметно по сравнению с их тихими, сдержанными, приглушенными голосами. Но когда Фред прикоснулся к ее руке, обнял за плечи, он был больше не в силах сдерживать волну чувств. Через пять минут Джейн с трудом перевела дыхание. «Знаешь, это просто неприлично». «Ты так думаешь?» «Нет, но если кто-то из гостиничной обслуги...» «Ха! Тонуй их!» Когда еще через пять минут, содержание которых никто из них потом не мог припомнить, они убедились, что сидят на скамейке, Джейн высвободилась из его рук и отодвинулась от Фреда. «Мы должны остановиться. Сиди на месте. Пожалуйста, я прошу тебя. Но если ты где угодно, в любое время...» Перебила его Джейн. «Всегда. Вечно. Но неужели ты не понимаешь...» Она прижала руки ко лбу. «Я чувствую, что веду себя безобразно по отношению к Конни. Я знаю, что это не так, но тем не менее не могу отделаться от подобного ощущения. Это его как-то отрезвило. «Теперь она в беде», — продолжила Джейн. «Почему? Лишь потому, что пытается защитить своего отца. Если хочешь, это благородно с ее стороны. Фред, мы не можем. Во всяком случае, пока она...» «Нет, сиди на месте. Дай мне сигарету». Он нашел пачку в кармане халата. Рука его подрагивала, когда он вынимал ее и зажигал спичку. У Джейн горели щеки, но она сохраняла спокойствие, беря сигарету и прикуривая. «Фред, я тоже должна тебе кое в чем признаться. Я могу опознать этот револьвер». Взмахом руки он потушил спичку и бросил ее на пол. «То есть», — поправилась она, — «полиция пока мне его не предъявляла, но я уверена, что это тот же самый. И в грант 32-го калибра, из которого пять лет назад бедная Синтия Ли пыталась застрелить Моррелла». Он уставился на нее. «Но ведь Синтия не могла». «То есть нет». «Я не думаю, что это дело рук Синтии лишь потому, что это ее револьвер. Видишь ли, он ей больше не принадлежит. Перед началом процесса его похитил некий человек по имени Хоули, сэр Чарльз Хоули. Он скрыл его, поместив среди экспонатов своей огромной коллекции оружия, развешанной по всем стенам дома, где его никто не найдет. Она прервалась, увидев странное выражение лица своего собеседника». Фред заговорил, подчеркивая каждое слово. «Ты назвала сэра Чарльза Хоули?» «Да». «Который в свое время был судьей?» «Судья Хоули?» «Совершенно верно». Когда Хоррес Айртон вчера отправился в Лондон, едва ли не по слогам, сказал Фред, он заехал на ленч домой к своему старому другу сэру Чарльзу Хоули. Вечером он упомянул инспектору Грэхэму об этом визите. Наступило молчание. «Хитроумный старый черт», — пробормотал Фред. С каждой минутой в нем росло понимание ситуации, смешанное с восхищением. Он пригватил этот револьвер из квартиры старика Хоули. На том процессе Хоули был адвокатом Синтии Ли, не так ли? Теперь я припоминаю. Разве ты не видишь все изящество этого замысла? Хоррес Айртон может не беспокоиться, пусть полиция из кожи вон лезет, пытаясь опознать револьвер. Если даже им это удастся сделать, и оружие приведет их к сэру Хоули, если даже им повезет, Хоули заверит, что оно не из его коллекции и что он никогда раньше не видел его, ибо он-то не может признать, что в свое время незаконно похитил вещественные доказательства на процессе Синтии Ли. Помолчав, Фред добавил, — Хитрый старый черт! Знаешь, мой дорогой, мне не по себе от того, что ты это узнал. Он повернулся к ней. — Ведь ты больше никому не рассказывала эту историю? — Да. То есть я... Я рассказала ее доктору Феллу. Еще до того, как услышала о смерти Моррелла, я описала револьвер Синтии. Она со всеми подробностями привела рассказ, который прошлым вечером поведала доктору Феллу. — Но я до сих пор не могу понять, — подвела она итог, плотнее закутываясь в халатик. — Если даже сэр Чарльз не опознает его, почему этого не сможет сделать кто-то другой? Например, сама Синтия или я? — Берешься ли ты под присягой показать, что это тот самый револьвер? — Нет. — Разве защита на процессе Ли не доказала, что такого револьвера никогда не существовало? — Да. — И теперь Синтия Ли не может явиться и сказать, — Да, это то самое оружие, которым я пользовалась пять лет назад. Не сделаешь этого и ты, разве что захочешь обречь ее на крупные неприятности. — Сэр Чарльз скажет, что все вы не в своем уме. — Нет. Хоррес Айртон возвел надежную защиту со всех четырех сторон. Никому и в голову не придет, откуда он его раздобыл. — Хотя, я думаю, доктор Фелл догадывается. — Фред погрузился в размышления. — Если это и так, он не станет информировать Грэхэма. — Есть и другая проблема. — Если он догадывается, почему держит это при себе? — Может, потому что до сих пор не считает судью виноватым? — Тебе не кажется? — Снова веление совести, помолчав, сказал Фред. — Против велений здравого смысла нет, кажется. Он поднялся на ноги. Теперь он стоял перед ней и смотрел на Джейн сверху вниз. Во взгляде ее была счастливая раскованность, а на губах играла легкая улыбка. Но когда он попытался взять ее за руки, она отстранилась. — Мы ведь не сможем все это забыть, — сказал он. — Нет. — Ты знаешь, что не сможем ни на минуту? Нет, нет, нет. Я не смогу. — Как долго я искал тебя, Джейн! — Какие долгие времена ждут нас! — Я надеюсь… — Почему ты так говоришь? — быстро спросила она. — То черное пятно, которое прошлой ночью чуть не свело его с ума, плавало где-то неподалеку, и оно снова вернулось. Оно ширилось, как разлившееся чернила, поглощая его с головой. И теперь было куда хуже, потому что рядом с ним оказалась Джейн. — Похоже, что у нас час признаний, — сказал он ей, — так что лучше и мне покаяться. Джейн. Она улыбнулась. — Если ты имеешь в виду какую-то любовную историю, — нет, ничего подобного. — Джейн, думаю, что прошлой ночью я убил человека. Ей показалось, что плотная душная тишина оранжереи взорвалась оглушительным грохотом. Он стоял, не отрывая от нее неподвижного мрачного взгляда. Для Джейн, которая только что была беспредельно счастлива, эти слова сначала прозвучали полной бессмыслицей. Но, когда он кивнул, у нее мучительно сжалось сердце. Она облизала губы. — Но не… нет, — твердо сказал он. У Фреда был неторопливый приятный баритон, который мог убедительно звучать в зале суда. — Не морло. — Во всяком случае, относительно него моя совесть чиста. — Тогда кого же? — Черного Джеффа. Я переехал его. Она было приподнялась, но опустилась обратно. — Тот бродяга? — Да. Я кое-что намекнул Грехому в тот же день, но не рассказал ему все до конца. Джейн торопливо нагнулась и затушила сигарету о мраморный пол. Затем, плотнее запахнув в халат и поджав под себя ноги, она повернулась к нему, и на лице ее читалось все сочувствие, что жило в ней. Выражение его лица оставалось загадочным. В первый раз за все время Джейн не смогла понять его, и, глядя на Фреда, испытала легкий страх. — Вот почему, — пробормотала она, — ты так странно выглядел за ленчем, когда тебя спросили об этом. — Ты заметила? — Я замечаю все, что имеет к тебе отношение, Фред. Расскажи мне, что случилось? Он беспомощно махнул рукой. — Ну, Джефф выполз с Лаверс-Лейн и рухнул как раз перед моей машиной. — Значит, это был несчастный случай, да? — Да. — О, мне не угрожает опасность попасть в тюрьму, если ты это имеешь в виду. Но слушай. Я выскочил из кабины, нагнулся к нему и, как я рассказывал, перетащил на другую сторону дороги. Вернувшись к машине, взял фонарик. Это я тоже говорил. Но когда вернулся, он исчез. — Но, мой дорогой Фред, если бы человек был серьезно ранен, он, конечно же, не мог встать и уйти. — Значит, он не так уж пострадал? — Только не проси меня сейчас вдаваться в подробности, — тихо сказал он. Они достаточно неприятны. Я могу сказать только следующее. Из того, что я видел собственными глазами, я знаю, что бедный старый Джефф получил травмы, после которых мало кто может выжить. Мне, конечно, пришлось рассказать об этом тому доброму малому констеблю Уимсу, когда он чуть не налетел на меня на велосипеде. Точнее, я уже начал рассказывать. Но он тут же принялся выкладывать информацию о другом деле. — И ты отвлекся? — Да. То есть, насколько мне ясно, я дал Джеффу уйти и где-то умереть, не оказав ему помощи и никому не рассказав о происшествии. Не могу утверждать, что действовал спокойно и обдуманно. И пусть даже на открытом суде меня обвинит ангел-хранитель, я буду возражать. Но это чертовски сложная ситуация. Не могу отделаться от ночных кошмаров. — Ну как? — помолчав, спросила Джейн. — То есть? — Сейчас ты лучше чувствуешь себя, — улыбнулась Джейн. Рукавом халата он вытер лоб. — Ты знаешь, да. — Господи, в самом деле... — Присядь рядом, — сказала она. — Тебе надо кому-нибудь излить душу, выговориться. Ты настолько поглощен делом Айртона, что ничего не видишь, кроме него, — напоминаю ту голову лося, что висит у суди на стенке. — Значит, ты говоришь, что черный Джефф встал и ушел. — А я утверждаю, что, значит, он не так уж и пострадал. — Уверен ли ты, что машина сбила его? Он испытал прилив радостного возбуждения. — Вот это и есть самое главное. Сначала я мог поклясться, что не задел его. Но потом, когда я увидел на твоем месте, — сказала Джейн, — я бы поцеловала меня. Наконец Фред оторвался от нее и, набрав в грудь воздуха, принялся разглагольствовать. — Английское воскресенье, — объявил он, — в течение многих лет было объектом насмешка и издевательств. Его скукота давала основания для дешевых умстваний больше, чем любая другая тема, если не считать «Тещ» и «Королевской академии». Я бы сказал, что это чудовищное заблуждение. Я собираюсь написать эссе и разоблачить его. Если этот обыкновенный воскресный вечер считать скучным, моя любимая, то должен сказать, что… Он замолчал, потому что Джейн внезапно вздрогнула и выпрямилась. — Воскресенье! — воскликнула она. — Верно. Ну и что из того? — Воскресенье! — повторила Джейн. — Бар и бассейн закрываются не в одиннадцать часов, а в десять. И вся обслуга уходит. — А сейчас должно быть уже около одиннадцати! — он присвистнул. — То есть все наши гости… — Не без удовольствия, — заметил Фред. — Должно быть. — Давным-давно разбежались по домам. — Ну-ну! — Но, Фред мой дорогой, если мы не доберемся до нашей одежды, — для меня лично, моя дорогая волшебница, да, именно так. Это не та ситуация, от которой стынет кровь в жилах. Я отнюдь не вижу необходимости в большем количестве одежды, чем то, что на нас в данный момент. Кто-то может сказать, что есть и другая сторона проблемы, но уж если так сложилось, добираться до дому в таком виде… Не переживай, как-нибудь выкрутимся. Идем. Размышляя над сложившимся положением, Фред не мог припомнить, горел ли свет в остальной части теплицы. Он распахнул дверь, что вела в соседнюю секцию. Темнота. Остальные двери на всем протяжении теплицы тоже были открыты, и во всем помещении стояла призрачная тьма. Лишь в самом конце, за которым находился бассейн, пробивались слабые оцветы. Они продвигались вперед, вздрагивая, когда по лицам неприятно скользили свисающие, как щупальца, ветки и лианы растений. Наконец парочка выбралась в холл перед бассейном. В центре высокого овального свода светила лишь одна тусклая лампочка. Скорее всего, ей предстояло гореть всю ночь. Она светлыми точками отражалась в темных, смутно различимых зеркалах. Ее блики качались на рябе зеленоватой воды в бассейне. Из тени смутно проступали очертания легких столов и стульев. Все вокруг казалось холодным и чуть зловещим. Дверь в бар была закрыта и заперта. Фред толкнул створку больших дверей, что вели в холл, откуда лежал путь в раздевалке и наверх. Они тоже были заперты. — Попались, — вслух сказал он. Звук его голоса раскатился в пространстве и вернулся к ним, гулко отразившись от стен этой мраморной ракушки. Из-под купола невнятно донеслось эхо. — Попались. Джейн разразилась смехом, которому насмешливо вторили его отзвуки из-под купола. — Ты считаешь, что нам удастся выбраться? — Попытаемся колотить в дверь. — Но это помещение под землей. В гостинице не сезон, то есть количество обслуги сведено к минимуму, да и, кроме того, в загадочном таунише все рано ложатся спать. Тем не менее, попробуем. Он стал колотить в тяжелую дверь и орать. Пять долгих минут усилий не принесли результата, если не считать раздражающего эхо. Джейн попросила его остановиться. Они уставились друг на друга. Джейн прищурилась. — Могло быть и хуже, — вздохнула она. — Все же жаль, что первый наш вечер получился таким. — В любом месте, моя милая ведьма, с тобой я чувствую себя как в райских кущах. Но при всей романтичности ситуации мне как-то не хочется укладываться с тобой на мраморном полу или среди мха в теплице. Хотя подожди, — он задумался, — вот чему я удивляюсь. — Да. — Почему в том месте, где мы с тобой были, оставили свет? — Отнюдь не из-за заботы о нас. Но по какой-то причине свет там горит всю ночь. — Понял. Это самый дальний конец оранжереи. И, кажется, я припоминаю, там есть дверь. Если ее открыть, она ведет на лестницу наверх, а оттуда в главный холл в задней части гостиницы. — Попробуем пройти там? — Я проверю. — А ты пока оставайся здесь. — Что бы я ни говорил, я не собираюсь вести тебя через главный холл эспланады в таком виде. Если удастся открыть дверь, я поднимусь наверх, спущусь и в два счета выведу тебя отсюда. — Хорошо. Только не задерживайся. Придерживая развивающийся синий халат, он заторопился в оранжерею. После долгой паузы из ее темных глубин донесся торжествующий возглас. — Открыто! — Сейчас возвращаюсь. Издалека она услышала звук захлопнувшейся двери. Джейн облегченно перевела дыхание. Гул закрывшейся двери разнесся не только по теплице. Вода в бассейне колыхнулась. По поверхности бассейна, которая пошла мелкой рябью, рассыпались блики. Стояла такая тишина, что были слышны даже звуки, которые издавали пробковые подошвы ее сандалей. Она придвинула к стене стол, села и откинулась на спинку. Под халатом у нее оставался влажный купальник, и Джейн хотела поскорее переодеться в сухое. Какая-то часть сознания подсказывала, что тут не самое лучшее место. Даже когда, двигаясь, краем глаза она видела свои собственные размытые отражения, Джейн не могла отделаться от стойкого ощущения, что из темных комнат, скрытых за зеркалами, подкрадываются к ней со всех сторон. Но другая, бодрствующая часть сознания испытывала радостные рякования. Откинув голову, она полуприкрыла глаза и стала рассматривать купол. — О, ты! — вознесла она молитву. — Ты, к которому обращены наши моления. Я счастлива. Всю жизнь я существовала как мертвая, но теперь я ожила. Даруй и ему счастье. Это все, чего я хочу. Даруй! — остановившись, Джейн рывком выпрямилась. Свет под куполом неожиданно погас. Погас.